Я уже говорил не один раз, что столько всего интересного в жизни, столько знакомств. И говорил о том, что в моей жизни, в творческой, знакомство во многом от того, что я издаю книги, издаю рукописи, издаю книги о домотканном деревянном городке, о нашем Архангельске. А книга расползается по миру, по городам и весям. И в результате иногда на эти разошедшиеся книги приходят отзывы, совершенно неожиданно для меня. Однажды одно из писем я получил из города Риги. Смотрю на конверт сегодня. Оказывается, это 1994 год. 1994 год, кажется, совсем недавно было. Я получил письмо из Риги, и очень такое, знаете, ну очень теплое. Это была реакция на книгу «Ностальгия по деревянному городу». Автор письма писал, что ему все абсолютно знакомо. Он помнит быт архангела-городцев, что готовили, что на столах было. В конце письма он пишет, что сейчас, живя в Риге, я иногда пеку кулебячки с мойвой или с треской, что совершенно у нас в Риге почти что недоступно, пишет он. А на даче у себя я с удовольствием колю и пилю дрова. Это у меня навык от Архангельска, от печного отопления в деревянном Архангельске. Говорит, сегодняшняя молодежь, он пишет, да, это может быть даже и незнакомо. Но это такое наслаждение. И вот это письмо, его содержание расположило меня к себе. Я ему, видимо, ответил, не помню, видимо, ответил, иначе быть не могло. Да, в письме он пишет, что приезжал в Архангельск и обращался в издательство с просьбой издать его рукопись, рукопись его книги. Но издательство как-то, ну, практически отказало. Видимо, я ему написал, что, как реакция на это письмо, пришлите мне рукопись, и он прислал мне рукопись, и я сказал, что я ее издам. И вот он прислал вот такой плотный текст, на машинке напечатан, на тонкой бумаге, и три тома вот такой рукописи обстоятельной. Совершенно захватывающее чтение, на мой взгляд. По крайней мере, две трети книги посвящены Архангельску, а затем его служебной карьере. Но Архангельск 30-х годов, конца 20-х, 30-х годов, автор этого письма описывает очень подробно и дотошно. Так вот, автором письма оказался Игорь Багрянский. Игорь Багрянский – выпускник шестой школы, а у него родители были, отец был известным реанимацией. Вот он был известный специалист в этой области. И, как пишет в письме Игорь, его знали в довоенном Архангельске довольно-таки подробно и плотно. А мама происхождения Мюжанка, откуда-то из Херсона. Ну, вот такая композиция в Архангельске получилась. Затем он описал дом, где он жил. Он жил на Поморской, Поморская, 24. Я хорошо помню этот дом. Я его помещаю в книге. Вот я помещаю в книге этот дом. Кроме того, вы же знаете, это всегда связано с изданием книги и с исследовательской стороной. Поэтому я не помню, где-то откопал, но, во всяком случае, я восстановил план этого дома. И план этого дома я привожу в книжке. Показываю, в каких комнатах жива семья Багрянских. В книге он подробно описывает быт и, как сказать, времяпровождение тех, кто обитал в коммунальном доме. Мне это все до боли знакомо, потому что я тоже продукт коммунального дома. Короче говоря, все это вместе взятое. Замечательные родители его. То, что он закончил шестую школу. То, что он фронтовик. Он во время войны школу закончил. И вот с друзьями здесь он сидит, на этой фотокарочке, да, крайний, в первом ряду, крайний слева. Игорь Багрянский. Смотри, какие симпатичные лица. Все они фронтовики, все прошли войну. У кого как сложилась судьба, он упоминает в книге об этом. И у них дружба на всю жизнь сложилась. Мне очень повезло. Учаясь в мореходке, я ходил еще заниматься вот к этому Юре Лусь. Он стал капитаном дальнего плавания. Он был для меня капитаном дальнего плавания. А потом оказывать через время, что он друг, вот автор этой книги. И в конце концов получилась вот эта вот книжка. Вот такая. Игорь Багрянский «Всему свой час». Все, как он назвал рукопись, я так ее и воспроизвел. И вот если у вас появится желание эту книжку приобрести, она еще есть в продаже. Это в нашем прекрасном книжном магазине «Книжный мир». Она стоит на полочке, и ее можно приобрести.